Почему же я все-таки решил стать стоматологом? Я все 11 лет учился в медицинском лицее, вот здесь в Питере, это лицей 623 имени Павлова. Мне, в общем-то, всегда нравилась медицина, у нас были практики в больницах, у нас были уроки сестринского дела, где мы уколы ставили друг на друге, и это было очень прикольно учиться в такой атмосфере. Плюс мне всегда нравилось, как выглядит медицинский работник, это вот белый халат, медицинская форма, я всегда вот любил смотреть сериалы про медицину, вот видеть этих врачей, как они между собой коммуницируют, вот, и в общем-то у меня не было выбора кем становиться, у меня нету ни мамы, ни папы, ни в общем-то каких-то родственников связанных с медициной, вот, ну просто это окружение. А почему стоматологом? Потому что, ну, как мне казалось, в медицине есть две отрасли, где можно что-то делать руками, потому что я всегда любил что-то делать руками еще с детства, вот, это стоматология и общая хирургия. Вот, и поскольку у меня друг очень хороший учился уже на тот момент в первом меде, на стомат факультете он мне рассказал, как там круто, классно, и я вот пошел на первый курс первого меда. Учеба далась очень сложно, первые два курса особенно я, сначала я не понял, куда попал, у меня перед глазами были розовые очки, потому что это все было как в Хогвартсе, там огромная лестница, куча красивых корпусов, все ходят в халатах. Первые, наверное, два месяца я вообще, я думал, что это будет очень легко, потому что у нас не было зачетов еще, каких-то сдач, когда они пошли, вот, первые зачеты, первые сдачи, первые сессии, я понял, что очень большой объем материала, очень много, очень много преподавателей требуют. В конце концов ты просто сидишь и понимаешь, что, чтобы тебе все сдать, ты должен учить 7 дней в неделю и еще примерно 3-4 ночи не спать, вот, примерно первые два года прошли вот так, вот, очень сложно. После второго курса, где-то с середины третьего курса пошла стоматология, пошли профильные дисциплины, стало гораздо легче, вот. Третий, четвертый, пятый курс нормально, ординатура нормально, то есть там уже только стоматология и ничего кроме стоматологии, но учеба очень сложно, очень сложно. Ну, их было очень много, поскольку мы работаем с людьми, это всегда какие-то казусы происходят, какие-то, ну, в общем, интересные моменты, да, но, наверное, вот, такой самый забавный случай, это был, было несколько лет назад, ко мне приходит пациент, ему нужно было делать карис, и у него во рту, на верхней челюсти был съемный протез, вот, и чтобы он мне не мешал, я ему говорю, снимите, пожалуйста, протез, а он снимает верхний съемный протез, снимает еще одну коронку, снимает мост, снимает еще пару коронок, и, ну, они, видимо, у него давно расцементировались уже, и они просто потихонечку, он их вынул и положил вместе со съемным протезом. Ну, это было забавно. Ну, самый сложный случай, наверное, это в начале было, вот, несколько дней, когда только-только начинаешь работать врачом, то есть, это, там, первый кариес сложный, первый сложный кариес, потом первая эндодонтия, первая коронка, первая тотальная ортопедическая реабилитация. А день, сложные дни периодически встречаются, ну, потому что, опять же, мы работаем с людьми, кто-то может прийти в плохом настроении, кто-то может опоздать из-за этого, задержится весь прием, ты начинаешь нервничать по этому поводу. Иногда ты приходишь в плохом настроении, когда и ты, и пациент приходят в плохом настроении, это комбо. И, вот, наверное, такие дни бывают достаточно сложные. Ну, плюс, я еще не ем утром, я ем, там, через час после того, как я проснулся, и зачастую это на работе происходит. И иногда бывает такое, то, что я просто забываю поесть, поем, там, первый раз в 2 часа дня. Главные подводные камни – это незнание какого-то микромомента, например, в кариесе. То есть, поначалу ты ничего не знаешь, потом у тебя наступает момент, когда ты знаешь абсолютно все, ты начинаешь работать, и приходит один пациент, у него, так скажем, не совсем стандартный случай, вначале ты не знаешь, например, как этот случай решить. Хотя ты думаешь уже, что ты суперпрофессионал и знаешь абсолютно все. Ну, это очень конкурентная отрасль стоматологии, очень много стоматологии, очень много стоматологов. Ну, вот, глядя на некоторых своих коллег, вот, они готовы работать, они хорошо работают, но вот что-то у них не получается. К ним не идут пациенты, у них не остаются пациенты. Почему? Опять же, может зависеть от человека. То есть, очень много пациентов идут на, ну, вот, на то, как ты с ними разговариваешь, на то, как ты с ними обходишься на приеме, там, насколько ты эмпатичен к ним. Вот, то есть, ты можешь идеально что-то делать, но если ты не будешь, например, разговаривать с пациентом или как-то вот не так выглядеть, то пациенты могут не оставаться, и ты не будешь понимать, в чем проблема, потому что ты делаешь вроде как все идеально. Карьерный путь у меня начался со второго курса института. Меня позвали в стоматологию, позвала знакомая, с которой мы еще учились в одной школе. Она позвала меня на должность ассистента. Я проассистировал три года очень крутым ортопедом и хирургом. И после вот этого трехгодовалого обучения уже непосредственно в кабинете, меня взяли в эту клинику врачом. То есть, я там проработал тоже, ну, достаточно много. Я там начинал как терапевт, как хирург даже. Я года, наверное, полтора поудалял зубы. Хирургия мне не понравилась, я от нее открестился в свое время. Путь от ассистента до доктора-ортопеда я прошел в одной клинике. То есть, в целом начинал я, ну, достаточно плавно. То есть, я даже помню первые свои приемы. Это было очень волнительно, наверное, первые полгода. Но у меня, я помню, первый пациент это был осмотр, я выписал справку. Просто посмотрел, понял, что не так все страшно. Вот второй день у меня был то ли простой кари, то ли гигиена. Тоже нормально справился. Вот, и через какое-то время, там, по-моему, через неделю была первая эндодонтия. То есть, не сразу началось все. С протезирования, с удаления. Это все было потихонечку. Вот, начал я, я считаю, что, ну, очень-очень хорошо, очень удачно, очень мне повезло с началом. Ну, то есть, вполне реально, то есть, за 5 лет после обучения, например, стать с ассистента, сразу добрый день. То есть, я тебе как бы... Таких историй очень мало. То есть, зачастую всем обещают золотые горы в клиниках. Да-да, мы тебя возьмем врачом. Но большинство историй, они абсолютно противоположны. Ты заканчиваешь университет, и тебе говорят, слушай, у нас там нет мест, у нас там нет пациентов. Ну, никто не говорит в лицо, что не хотят брать молодого доктора. Но вот зачастую эти истории такие. И ты уже потом, вот у меня знакомые, там, друзья искали очень долгое время работу. А я, да, меня сразу взяли, дали кабинет, дали ассистента, дали пациентов. Сказали, вот, если что, мы поможем. Вот, и как-то вот очень-очень удачно я начал. Без какой-то, вот, без поиска где-то еще клиники, куда бы меня взяли.